салют комрады приближается великая ночь маха шивара 3 и третья часть с володи с нашим русскоговорящим то есть иммигрантом американцам который 60 лет без денег пешочком двигает в круга светочку но и также четвертый день сегодня моего челленджа digital detox он не нашел отклик широких массах населения точнее я вообще один его исполняет даже в телеграм-чате никто не сказал чувак мы с тобой и что я вам скажу все идет четко по плану освободилось время от залипушничества в экране телефона там есть предписание в телеграм-чате что же я конкретно какие шаги предпринимал поэтому появилось время для чтения английской книги что является второй задачей в этом челлендже третья задача ежедневной тренировки уже сегодня были сделаны и вечерняя прогулка перед сном но это прямо вдохновение от души это такой кайф ребята всем рекомендую попробовать все брата причащаем как наворачиваться пойдем уже питаться в очередь да понравилось она болот брат ну чё пару слов ты кто по религии оригинале тебя не крестили нигде на тебя не давили родители бабушка дедушка ты в свободном ну как бы все равно я верю что бог есть но как бы для тебя не зашквар побывать в таких местах как бы ты не боишься рпц на тебя никак не на качество американская католическая церковь как вы знаете друзья это вся еда волонтеры люди добровольно приходят отрабатывают все это на пожертвование жителей деревни и каждый понедельник брат отказывается не хочет переезд чуя увидел фантастическое мы братишка братуха братан луис приехал католик приехал сюда в темпл и покупает цветы бандер сразу начала жаловаться на английском наконец нашла англоязычного брата чтобы пожаловаться как нудные русские все рево тут ебал как тебе еда после моих засушливых скажем так дней еда великолепна понравилось реально понравилось вот это индийское то что ты перчики за хала спайсовский ничего каждый день в неделю было бы супер вот молодец уже витя русский человек все-таки корни дают раскатывает губу мы выбрали вот такой бэкграунд и сейчас нехо нас запечатлеет главное ребята заодно во время съемок мы чему-то учимся я вот люблю свою актерское мастерство все говорят что ты нормально не разговариваешь что ты орешь я ору потому что микрофона нету поэтому володя будет немножко не громко говорить но я буду громко подчеркивать идея а идея 1 ты сталкивался в америке с проявлением такого рода соцподдержки соцпрограмм бесплатного кормления людей бесплатного жилья ли может быть ты как иммигрант который приехал у тебя там никого не было да как я знаю ну и так если у тебя опыт на халяву а в америке такие столовые очень распространены они в основном в религиозных окреждениях и да тоже кстати у нас религиозная штука то есть нет там очень большой там много распространено по ним еды и и одежду обувь можно слабо и свободно все это получить нового или секонд-хенд одежда в основном секонд-хенд иногда приносит новые бренды просто это все на постоянной основе только они не работают каждый день в неделю а два дня в неделю работает но туда люди приходят спокойно встают лайн-ап живую очередь больше всего да если тебе нужна какая-то поддержка ты можешь applications сделать они тебе вообще пришлют туда-туда куда хочешь а вот тогда смотри ты приезжаешь в америку никого не знаешь денег в обрез как всегда это по ощущениям тяжело было переступить если ты ходил кушать выходил кушать я было ощущение что немножко неудобно некомфортно когда ты идешь за бесплатной едой с судочком или ли как это произошло как происходит как там корна мне было интересно первое мне было интересно по всей семьей ходил туда нет вся семья я ходил так потому что потому что мне было просто действительно не получается немножко они хотели другой у нас дистанции от тебя бомжар и подальше а то ты заразишь на решение а я в этом плане совершенно меня не задевает ничего спокойно могу сесть и питаться и посмотреть мне было интересно я обошел весь сиэтл нашел schedule везде мне нравилось вообще насколько я пробил уже по искусственному интеллекту светл маленький городом 45000 населения это правда я тот город может быть что-то так не очень смотри может быть нет там под миллион миллион в основном айти в основном high rise беды огромная и там amazon там потом маска илона всякие дела там которые ракеты летают знаешь ну и конечно эверит но это не сиэтл эверит немного 30 километров вот это это бой знаешь боинг который ни разу не пробовали но летали все амрады приближается ночь маха шива аратри великая ночь шивы и конечно идеально эту ночь провести в гакарни в тех вибрациях которые дает этот темпл маха бали швар чтобы там просидеть про бодрствовать так сказать перезагрузиться и вот владимир он уже на пути в гакарни сейчас делаю отчетное видео я сегодня вышел из чекора и пробежался четыре часа по пляжу как-то пересечено ну и накрыла меня 40 градусная жара справлюсь и не справился я решил ну и вот брат ночует сейчас на станции маргау все пробираются в гакарну друзья хотел бы к вам обратиться с просьбой если кто-то едет в гакарну на машине есть одно пассажирское место для меня захватите меня пожалуйста потому что вот эти ноги которые порезаны они сейчас немного не для путешествий на автобусах которые я делал конечно же уже десятки раз до этого очень хочется ощутить гакарну это прям намерение которое я наверное придумал и будет интересно материализуется ли она окажусь я в гакарне в общем если есть у вас место в тачке захватите меня ссылка или связь через telegram чат буду вам очень благодарен ребята заодно если мы там 7 окажемся можно принять участие в яге наши братья ученики и саньяси пайлота баба джи устраивают ягью огненно так сказать приношение богам это очень прощает мозги подготавливает встречи с этой великой ночью а ну и заодно попадете в официально во влог будет прикольно скажи в америке дорого сейчас очень я приехал гензин стоит галон галон это 27 но я считаю 2 доллара 2 доллара сейчас он стоит 650 участок три раза увеличилась за последние 10-12 лет цена получаются те люди которые там без денег без работы они в тяжелой ситуации ты должен там во первых либо все время на плаву держаться пахать чтобы обеспечить себя либо ты оказавшись в этой тяжелой ситуации будешь каждый день ходить по таким притонам у тебя расписание и ты такой так дайте мне здесь гамбургер здесь у меня обувь с тяжелого плеча и как бы заказывать если ты имеешь dependable то есть если ты имеешь детей то ты обязан трудиться если ты сам на себя ты можешь бомжевать и будешь жить в штабе все встречал давать берегу манихлану бесплатно все ты будешь курить а там же это бесплатно и штаб бесплатный и вот гуанцы встрепенулись в экране куаска скамьюнии такого чувак куда почему мы тут торчим в аромболе сейчас разрешили грибы да так что у нас в россии тоже не запрещали и тогда вопрос ты встречал людей которые принципиально не хотели работать которые такие я один я смогу выжить на улице я не хочу работать я хочу на каких-то субсидиях от государства циркулирую между этими заведениями бесплатными ты такие прям идейных революционеров встречал они даже не совсем недели они они помимо того что вот это все мы сейчас государство платит пособие по безработице то есть они знают какая сумма если ты в курсе где-то по тысячу долларов тысячи баксов ты не хочешь работать тебе на косарь закидывал бандер вады thinking about if you not working if you have place for free for stay and government every month gave you one thousand dollar are you happy in this case absolutely fantastic и поэтому очень много злиться потому что это определенная там есть мы откровенно скажем что большинство это не белые не игроки это все эмигранты в мексике или откуда-нибудь других мест когда ты жил в россии ты сталкивался с такими организациями которые бы тебя накормили посреди рабочей войны вот я в казахстане тоже может быть я не увлекался может и есть но я тоже такого не видел и поэтому для меня здесь особенно в ковид нас кормили здесь два раза бесплатно здесь несколько ресторанов за свои деньги готовились и каждый желающий подходил горох зал рис все тебе насыпали в целлофановый пакет и мы уходили весь ковид полтора года была такая штука и вроде говорят индия бедная вот давайте вот это друзья для многих эта информация новая но так как я живу в индии я довольно глубоко знаком с ведами я читал эти книги есть предписание о том как мужчине человеку в течение жизни нужно прожить ее ну образно говоря до 20 лет он такой ученик раз гильдя ничего не понятно ну делает что хочет с 20 до 40 он начинает быть таким зайти предприниматель и бизнесменом мастером что-то пробовать уже применять то чему научился на практике 40 до там до 50 может быть больше он становится таким мастером гуру проводит семинары учит других людей в общем делится своим опытом а вот потом уже там свыше 50 60 лет он должен оставить семью жену на попечительство детей которые семью он создавал также как и бизнес свое время в середине своей жизни и после этого он должен так сказать выйти в последний путь на поиск бога на поиск самого себя на встречу на йогу на соединение с тем откуда же он пришел с тем первоисточником потому что до этого он служил золотому тельцу он продвигал он раздвигал свои программам прокачивала тело но потом когда он становится уже старше тело становится слабее мыслительные процессы слабее он начинает все немножечко все больше отпускать свои зацепки за этот материалистический мир и все больше приходить к духовному к эзотерическому божественному вот именно это по моему мировоззрению и делает владимир сейчас может быть у него другие причины может быть другое мировоззрение но это очень соответствует тем заветом которые здесь по ведам должны исполняться что когда мужчина повзрослел что дома не залипать вместе с такой же женой великовозрастные они на сериалах что-то такое и они затухают закисают нет его задача прийти в это время оставив все позади всевышнему вот еще непривычная для нас слова волонтерство donation как в америке с волонтерскими вот этим движняком ну вот тогда я только приехал я был дискуражен в россии такого не было слова даже еще вот а в америке это просто принятой как религию человек по сердцем тупу я пойду бесплатно что-то сделаю для общества для других людей независимо от твоего статуса независимо от твоего кошелька все занимаются бедные я тоже занимался мне было просто интересно приходишь комьюнити они все улыбаются постоянно мажор такой здорово и ты чувствовался частью этого доброго комьюнити ощущение ты закончил что-то сделал блин ну хорошо это в америке очень сердечная чакра раскрылась у володи у меня после такого рассказа ребята я немножко сегодня почитал конечно информации я почему-то думал что все бомжи и бездомные они двигают в л.а. потому что там тепло и соответствующие государственные программы но как выяснилось все это ли тоже есть какие-то поблажки и народ со всей америке ты говоришь устремился потому что потому что местная гавана строит маленькие жили в маленький доме где-то там не сейсмо опасная зона у вас есть формату потряхивая на него опасно но не такие маленькие плитушки конечно но на твои да то есть там комнат как у и кухня да 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 то есть это вот в самом сиете несколько районы такие есть вот это вот строится но она правда огораживается там система безопасности но ты можешь приехать как бездомный штат ваш написать заявление сказать нету жилья и встав очередь тебе это бесплатно дают и ты там живешь за забором на работу не хочешь опять же работать они могут вот теперь я говорю но у коммент это то о чем мы тут было по моему вообще пытается эту идею в общем намерением создать что ничего не делаешь но занимаешься саморазвитием потому что люди у которых есть чем заниматься по жизни очень много у которых есть самодисциплина идея того что ты каждый день сам собой работаешь вот эта идея что надо на работу ходить куда-то двигаться по 8 часов далеко она мешает жить вот она у меня в голове она сродни когда ты хочешь на работу это не о деньгах это как будто выживание у тебя не остается ни энергии ни времени на то чтобы ты что-то развил более глобальное и в себе и в финансовом вопросе поэтому когда тебя освобождают от обязанности переть на работу то ты можешь очень круто себя густому предо вот какой и послал хочу донести брать задумался он сам понял что он может бустануть себя очень круто все я в предвкушении ну как бы надо отметить такую тему месяц месяц я здесь я счастлив спасибо 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 спасибо